В день открытия выставки зал галереи «Южный Эрмитаж» собрал ярчайших представителей творческого сообщества Севастополя. Это коллеги и друзья Яны Станиславовны и просто вдохновленные ее мастерством ценители искусства. Вместе с ней вступали в Союз художников в 2000 году. Там мы познакомились на выставке. Она мне вообще всегда очень импонировала. Я очень люблю таких сильных, ярких, эмоциональных, творческих людей, особенно женщин. Янка – это тот человек, которого всегда окружает любовь, влюбленные в нее люди. Картин на выставке около сотни. Сама автор признается, что их не считала. Дело ведь не в количестве, а в желании как можно полнее отразить творческий путь. Есть в экспозиции и ранние работы родом из 90-х и недавние жанровые картины. Соседствуют с ними образцы книжной графики и декоративно-прикладного искусства. Здесь прежде всего привит большой вкус. Вкус, который выдает ее как большой мастер. А она настолько имеет свое «я», лицо, что оно ни с чем не сравнимо. Она настолько впитала в себя и музыку мамы, которой занималась музыкой, и живопись, и скульптуру, и формы отца. И вот то, что сейчас выставлено здесь на выставке, вы знаете, оно поражает многообразием, подходом. Излюбленные техники автора – пастель, акварель, гуашь, тональная гризаль, акрил. Отдельным руслом самовыражения для Яны Чиж стала профессия театрального художника. Эту гранью творчества раскрыло сотрудничество с Севастопольским театром танца. Яна Станиславовна создала декорации ко многим его спектаклям. Очень часто встречаешь художников, которые не слышат тебя, а пытаются, так сказать, протолкнуть только то, что они умеют. Яна внимательно услышивает, и каждый раз она рождает своеобразные шедевры. Нам с ней легко работается, и в этом году будет новая сказка в театре танца «Волк и семеро козлят». Я думаю, что будет очень интересная декорация. Сквозь работы Яны Чиж со зрителем говорят разные персонажи – и озорная севастопольская девчонка, и легкая воздушная балерина, и умудренная опытом женщина. Они живут и в сердце автора. Их глазами посетители выставки могут взглянуть на мир, узнать их историю любви. Но не только любви посвящена выставка. Здесь на выставке есть работы, посвященные войне, вообще, противостоянию человеческому. Сначала, я думаю, не собиралась заставлять эти работы, но не говорить об этом, не думать, тем более. Я думаю, что люди не могут. Нам всегда папа говорил, если в твоей выставке зритель уходит под впечатлением хотя бы от одной картины, то все не зря. И, наверное, это правильно. Выставка «Такие разные истории любви Яны Чиж» продлится до 7 сентября. Наталья Данилова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.